Спасибо. Ну а для нас двойне приятно. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить вас, Всеволод Леонидович, за участие в нашем сегодняшнем событии, мероприятии. Для нас это, конечно же, в первую очередь большая честь, но и, безусловно, большая ответственность. У нас в Калмыкии мероприятие подобного рода проходит впервые. Не знаю, не готов сказать, просто не владею информацией. Может быть и в России такой формат впервые, но мне кажется, он нужен сегодня, особенно сегодня, в развитии событий, происходящих как в стране, так и в мире. Ну и, конечно же, безусловно, для нас огромная честь Владимиру Леонидовичу и Всеволод Леонидовичу, что вы лично принимаете участие в сегодняшнем событии. Спасибо большое. Мероприятие такого рода проходит сейчас во многих, на Дальнем Востоке. В Дальнем Востоке был великолепный форум, там за тысячу людей было. И в Сибири, и много где. Но мне поразило другое, что они провели на хорошем таком уровне, искренне, я в три секции зашелся, и разговор был о прагматике, о логистике, как дальше развивать все. И, в общем-то, журналистская компания у вас невелика, чуть больше двухсот человек. Да, двести пятьдесят участников. Да, нет, своих. Число гостей сто человек. Ну, вы одного взяли на себя такую задачу, взять самые трудные проблемы рынка, статуса, поговорить, национально, просто не понравилось. Поэтому, я думаю, надо им дать возможность дальше расширять эти встречи, дискуссии. И это только Кузин. Они у вас героические ребята вообще. Потому что при таких силах эту прессу держать. И газеты, и телеканалы, которые у вас есть. Они, в общем-то, преданы своему делу и своей. Ну, наша эмоциональная журналистика выходит далеко в прошлое, в славное прошлое. Нет, нет, нет. Мы все сегодняшние события приурочили к юбилею нашей старейшей газеты, Калмутской аппарат, Ахамикэн. И у нас в республике выросла целая плеяда достойных журналистов. И прошлого, и сегодняшнего. Я с вами абсолютно согласен. Сегодня журналистику, прессу, печатную, электронную, телевизионную республики в основном поддерживают энтузиасты. Это, конечно же, любовь к профессии. Это отличает наших журналистов. В этом я с вами абсолютно согласен. И вот за те годы работы практически каждый день мы общаемся с тем или иным журналистом, с тем или иным изданием, или телевизионным, или печатным, или электронным. Я все больше убеждаюсь в сопроводе этих слов, что такой, ну, не совсем энтузиазм, но это, может быть, потом не пойдет к прессу, но с учетом материального вознаграждения, которое наши журналисты имеют, это почти энтузиазм. Нет, на сегодня надо любой ценой вернуться к традициям народа, к вере в его там, к его жизни. Этого не хватает сегодня. Вот то, что было, были времена, был тоже еще молодой человек, вот еще от меня. Я помню, насколько пресса была влиятельной, как она влияла, как она поднимала вопросы доверия между людьми, и там, и так далее. И этого сегодня не хватает депрессии, и власти не хватает. Поэтому было бы неплохо, конечно, если бы помочь как-то. У вас же в истории вашего народа есть великие имена, которые как раз доверием обществу пользовались в полной мере. И что-то подобное, вот подумайте. Я хотел к вам обратиться с просьбой. У нас сейчас будет Дагомыс в этом году, с 23 по 29 сентября. Там самая главная тема, которая будет, это будет информационный клуб развития, стратегия России. Там в больших аудиториях будут выступать ведущие политики, перед журналистами, журналистами будет более тысячи. Там будут выступать великие технологи, ученые. Я бы предложил вам подумать, если вы имеете такую возможность, шанс, во-первых, самому приехать поучаствовать. Можно было бы выступить на этой открытой трибуне и рассказать о проблемах сегодня о вашей части страны, о вашем народе, если есть такой шанс. Или взять другую тему развития. Ну, вторая тема у нас такая. Будет день просвещен эмоциональным проблемам. Ну, а в Латипово-ка собирается выступать, поехать. Очень интересное предложение, Всеволод Ильич. Я обязательно посмотрю свой график. К сожалению, это практически получается через неделю, да? 23-я вечера. Но вы можете выбрать любой день, когда вам удобно. Я обязательно посмотрю. И если у меня появится хоть малейшая возможность, тогда я попрошу коллег, можно было использовать и тот ваш завтрашний праздник, какой-то фрагмент, взять с него и показать. Спасибо. Спасибо, Всеволод Ильич Ильич, за предложение. Я хочу подарить приз, который мы даем руководителям регионов, власти, который мы считаем успешным. Спасибо.